День белорусского письменства на Гомичне прошел у четвертый раз. Двойче гэта святопряма в Туров, одной чехойники. Усю подракторчую работу у Рогачёвек кардиновал Национальный арткомитет, при том, что зарабить необходимо было шмат, начиная от доброго парадкования города и наведения парадков на всех дорогах, которые ведут в сегодняшнюю столицу белорусского письменства, для организации тематичных подворков. Тут земля такая, тут все дыхает историей, культурой, мовой, литературой, имены Мелеш, Шамякин, Макайонок, Короткевич, Докхиба. Гэта незаслуговая, как свято пришло у таких город. И поглядите, в улицы и площади города собралась вся вся краина, вся Беларусь. По особенности день белорусского письменства свято национальное, якое означается «что год», при этом его концепции николе не изменяется. Необходно показать едность белорусского другованного слова с гесторией белорусского народа. Нам есть, чем гонориться, о чем можно было упыльниться подчас наведывания Друкарского двора 16-го ста годя. Менавито таким обсалеванием керастались первые книги Друкары, и менавито таким чином выдавалась первая литература. У всех этой станке, до речи, заявляются девушными экспонатами первого Белорусского музея письменства. Зараз он створается у вилейцы, а поколь каждый ожидающий мог надруковать лист со скоринутской Библии по тагочастных технологиях, ци вырабить паперу, на якой Библия убачила свет, амаль 5 ста годзів тому. Вот эта папера выраблена по технологии 16-го ста годзя. Менавито на такой паперы друковал в своей книге Францис Карина. И надо речи вельми высокой якости, хоть в ее основе у чего два компоненты – вода и лен. Открытие у дома книги – падея, якую у Рогачеви чекали давно. По судності в райцентре до этого часу навык не было специализованных книжных крамы, де и библиотека размещалась одночасово у некальких будинках у розных кутках города. Ця перега эту ситуацию выправили. Дом книги Парагачевске – это шмат функциональный комплекс, обіднанный культом книги. Особливую увагу при этом надалі оформлению дитячей палобы библиотеки у речи, калі не долучить дачитання у такім узросці, потім будзе поздно. У нас есть дерево творчества. Мы очень часто объявляем много различных конкурсов рисунков детского творчества. На этом дереве творчества мы помещаем детские рисунки. У нас есть замечательный ростомер, на котором мы измеряем не только рост ребёнка, возраст, но и помечаем, в каком возрасте до какой книги дорос ребёнок. Сирот-удельнику всього летних дня белорусского письменства у Рогачёве, простовники аккредитованных Украине посольствов и у першиню, амаль 20 белорусских дияспор с близкого далёкого замежа, скажуть, что свято им вельми подобається и вельми приємно почуть родную мову. Хоть о корнях на новом месте жихарства они так само не забываются. У Франции, наприклад, навод белорусское народное свято означаюць и співаюць наш гимн каля Эфелевой вежи. Первая акция организованной ассоциацией и посольством Республики Беларусь, которое называется «Заспеваем гимн разом». Вот мы пели гимн разом. Раздали белорусские флажки усім нашим артистам, гостям. Туристы на нас смотрели, нас снимали. Мы белорусский гимн пели два раза, потому что все хотели нас снять. Что год у Беларуси выдається каля 11 тысяч наменнів книг, а гульным таражом каля 30 миллионов экземпляров. Простовніки выдавецтву кажуть, што падыход до выбору автору доволі строгий, ку речі книга повинна окупацца, а таму быть цікавый для читача. Наколькі гэта отрымливаецца, можна меркаваць па выніках мониторингу, правідзенага Союзом письменників Беларуси. Даречі, у Рогачові письменники посадзіли сад і заповнили, што нова ідея є у кожних газих. Ми провели опрос всіх бібліотек. І оказалось, што за два года книги білорусських писателі затребували більше 2,5 мільйонів читателі. Вот вам ответ, читають ли наші люди книги. Олег Сентюров, Євген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачова.